Убянулась кругом страшно. Недавно смотрю, вмятина в земле характерная. Ну, на трамплин похоже. Ну, наверняк бросаю болт и охреневаю. Болт, блин, нафиг пролетает и хоть бы хны. Ну, думаю, глюк перепил спиртяге, пока позвонишь остаться. Так, визуально все понимаешь, ну, все как трамплин. И тебе грунт светлее, и на кромке приплюснут. Ветерком оттуда тянет, листики летают по спирали. Так, значит, присел, взял камушек с земли и кинул его навесиком. Ну, думаю, ща рванет. Так нет. Камушек спокойно упал на грунт, как будто там нет никакой аномалии. Упал и все тут. Ну, и я в раз вспотел. Чуйка подсказывает, что это особняк. На корточках тихонько подползаю. Подкидываю камушки. Рефлекс, мать его. Ну и? Ну и чего? Под посту, поверьте, вплотную. Взмок, как мышь в комбезе. Камушки, которые покидывал, лежат аккуратно в пляши. Но моя сталкерская нутро говорит, сваливать надо. А я нет. Особняк. Надо разобраться. Все правильно, чувак. Значит, валынку на колени поклал. И усраться, блин. Тяну руку в трамплин к одному из камушков. Прикиньте, а? Ну ты даешь. Взял. Камушек, как камушек. И вот тут-то, значит, и сработало. Ну и? И? Ну меня откинуло метров на пять. Зря, конечно, я камешек трогал. Падла, заработала. Еще пока летел, видел, как камни в пыль разодрало. Стукнулся, отключился. Но камень я, этот, с тех пор с собой тягаю. Вот так. Да, все может быть. Концентраты, блин, сплошные. А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стол, горячего. Фух, блин. А колбасу и батоны нынче хреновые. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Приходит новый русский к сталкеру и говорит. Э, слушаешь ты, мне артефакт нужен. Золотая рыбка называется. Хочу, как все братаны, на шею, чтоб носить, так. Э, так ведь он и радиоактивный. Слышь, ты че мне мозги паешь? Радиоактивный, радиопассивный. Я ж его не в трусы засунул. А поновее ничего нету? И чем это я думал, что фотоаппарат не взял? Хоть бы мыльницу какую. О, и что же оно за выжигатель такой, а? Правда они не говорят или брешут. Как бы я солдат этих конченых. Второй раз весь плюток за месяц отобрали. А что вы вообще жите, если такие расклады пошли? Слышали? Группа Вильнова вернулась. Голой умер от кровоизлияния в мозг. Остальные в реанимации. Гавну, в общем. Все мы тут сдохли. По ногу под капельницей успели вывезти. Федин тот контужен. Если бы, кстати, не он, похоронили бы всех. А ведь даже выброса не было. Тянули контейнер с артефактами. Сейчас у Тихоныча. Его группа физиков проверяет его на приборах. Предварительно говорят, что это обломок аномалии. Чего-то типа инкапсулированное. Какое-то торсионное поле. Плотнее урана где-то в два раза, говорят. Плюс какая-то пульсация артефакта на уровне псифона. Свойства, естественно, непонятны. Тихоныч молчит, как партизан. Пульсация, мать ее. Да. Чего только не бывает. А все-таки накоплю я на свой тормоз. Чтобы уречили. Чтобы леса. И не рога. Тебе не твари. И сволочей разных. Так, рукой махну, все смеются, ясно? Сидят на берегу озера два сталкера. Первый говорит. Брешут все по поводу радиации. Я тут уже фиг знает, сколько сижу. И хоть бы хны. А второй ему. Точно-точно врут собаки. Хотя вот с хвоста почему-то шерсть облизать стала. Врачу, что ли, показаться? Ха-ха-ха. Блин. Так не смешно же. Эх. Не учатся ничему некому. Не учатся, блин, никак. Кина американского насмотрелись или крышу сглая от жадности. Ты не про аномалии, он тебе про хабан. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки поэтам не разбросают. Слышали? Группа Вильнова вернулась. А дальше-то что? Буковой умер от кровоизлияния в мозг. Остальные в реанимации. Наверное, в общем. Горе-то какое. Степанок под капельницей успели вывести. Федин тот контужен. Если бы, кстати, не он, похоронили бы всех. А ведь даже выброса не было. Тянули контейнер с артефактом сейчас у Тихоныча. Его группа физиков проверяет его на приборах. Предварительно говорят, что это обломок аномалий. Чего-то типа инкапсулированных, какое-то торсионное поле. Плотнее урана где-то в два раза, говорят. Плюс какая-то пульсация артефакта на уровне псифона. Свойства, естественно, непонятны. Тихоныч молчит как партизан. Пульсация, мать ее. Да. Да всякое бывает. Как бы я солдат этих конченых. Второй раз весь припуток за месяц отобрали. Скоро. А что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят блин на своих толпанных блокпостах. И на нашем горбу в рай езжают. Шел я, короче, в одном избушке. Мне сказали, есть клевое место, клевое. Артефакты вроде бы нычка чья. Подхожу, значит. Толкнул я дверцу. Закрыт. Шо такое? Еще раз. Опять закрыт. Я, значит, ее стерву открываю, а она стерва сама закрывается. Понял я, что в дверь меня кто-то не пущает. Ну, шо, шо, полез в окошко. Внутри отдышался, поправился чуть. Пошел смотреть, кто это с дверью баловал. А там комната большая, вниз стол стоит, длинный такой, как шоссе. А у стола стол стоит, высокий такой, как башня. И тут кто-то зашептал у меня в башке. А шеха пошло. Ты кто спрашивает? Ну и... А дальше-то что? Я говорю, Ваня, я тутошню, мне тут каждая собака знает. Тут снова зашептала. Ты, говорит, Ваня, зачем по зоне шаришь? Зачем в окошко залез? А я-то не растерялся, говорю? Так, это ж, зашел водички попить. Смотрю, никого нет, вот и залез. Круто. Молодца. Ах, водички? Нету, Ваня, здесь водички. Да и не нужна она тебе больше. Ну, блин, я тут говорю, как? Ну, если нет водички, ну так я пошел. Тут я попробовал сколоть оттуда по-быстрому. Тут все одно, или тварь какая тутошняя со мной заговорила, или белая горячка, а пора из зоны сматывать. Молодца. А она говорит, ты погоди, Ваня, останься, дело к тебе есть. У меня ноги к полу приросли, не подвинуть. Оно говорит мне, что-то с твоей башкой не так. Я тебя почти не чувствую. Чего я это спрашиваю, меня надо чувствовать? Не надо меня чувствовать. Это опять. Тут и оно, что надо. Я таких, как ты, за 200 метров чую. А тебя вот только перед самой дверью, да и то. Только после того, как ты ломиться начал. У тебя что, новое специальное оборудование какое есть? Какое у меня оборудование? Говорю, нет у меня ничего. Фонарик вот, да, столка старая. Вот и все оборудование. У меня гражданин начальник ничего такого сроду не бывало. Что да, то да. Оно говорит, ты мне не вривай, Ваня. Я тебя насквозь вижу. Не доводи до греха. Я говорю, да ей Богу, нету, ну хоть обыщи. Оно зашептало, а вот это можно. Тут-то у меня телогрейка зашвелилась. Все, что в карманах было выползать, начало само по себе. Качай лапшу вешать. И главное, чекушка заветная, туда же. Но, думаю, гады, не, родное вам не отдам. Да ха ты, целый день топать, но я ж не доживу. Цепился я в бутылку, как дитё. Моё это добро, гражданин начальник. А бутылку, как кто-то держит. И не отдает, тянет вверх. Но, думаю, падлы, не видать вам. Моего самогона. Потянул бутылку к себе, зубами пробку вынул, начал пить. Ну ты крут, чувак, молодца. Три глотка еле сделал, не идёт. Горло как тисками сдавило. Перед глазами круги уже. Так вот, ну значит, влотнул я ещё раз пять, наверное, через силу. Кинул им бутылку. Подавитесь, падлы. Тут ты меня отпустил. И вот это говорит. Ты куда это делся, Ваня? Ты куда пропал? Никуда я, гражданин начальник, не пропал, говорю. А сам потихонечку отползаю. А ну опять. Ты не дури, Ваня. Поймаю, хуже будет. Тут-то я и сообразил. Хотя, первачок уже по мозгам дал неплохо. Потеряла меня, тварь, из виду. Кикать надо. Кое-как поднялся на ноги. Всё качается, как балкер в девять баллов. Подхожу я, значит, к окошку. Гляжу назад. В комнате гвозди летают. Вещи мои из карманов, которые... Кирпичи сверху падают. И шопотят проклятый мне вслед. Я тебя, Ваня, всё равно достану. Достану. Ну, ни хрена сих, вот. Выскочил я, значит, из окна. И ходу. Вещи, ружо. Всё там осталось. Как я пьяный из зоны выбылся, бог весть. Но теперь оттуда не ногой. Тот райончик. Сдохну, а не пойду. Я вот думаю, может, лучше к учёным. Давно сторожем звали. Ружо, фуфайка. Все вещи пропали, куда же так? Сука. Вот такое со мной приключилось. Точно. Сказки. Ох, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы двума оказаться. В гамачке, да с книжкой толковой. Новичков нынче как собак неведанных. И всё они лучше стыкоза. Запомните, духманы. Шорох там или движняк стрёмный. Тебя не колышет. Спокойно высаживаешь рожок по сектору обстрела. Лупи по кустам и деревьям. Рожок отстреляешь и падаешь за укрытие на спину. Контролёр цепляет, если видит тебя. И то ему нужно время сосредоточиться на жертве. Пока загораешь на спинке, перещелкиваешься на спарку. И ставишь калаш на короткую очередь. Досылаешь патрон, считаешь до трёх и рывком. И рывком валишь оттуда. Сосали инфу. Солобона. Будете, как я, доживёте. До дембеля. Правильно говорит, мужик. Ничего, ничего. Нормалёк. Прорвёмся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои. Прорвёмся. Не учатся ничему некоторые. И учиться, блин, не хотят. Кина американского насмотрелись или крышу срывают от жадности. Ты ему про аномалии, он тебе про хабара. Ни о чём думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки поведут. Ну, теперь я расскажу. Приходит новый русский к сталкеру и говорит. Эээ, слушаешь ты, мне артефакт нужен. Золотая рыбка называется. Хочу, как все братаны, на шею чтоб носить, да? Ээ, так ведь он и радиоактивный. Слышь, ты чё мне мозги паришь? Радиоактивный, радиопассивный. Я ж его не в трусы засунул. Ха-ха-ха-ха. А поновейник. И тот уже хабар пошёл. И тот. Ну, что завязывать пора. Как бы я солдат этих конченных. Второй раз весь прибуток за месяц отобрали. Скат. А что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбаных горпостах. Я тут вспомнил. Дура, езжают. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Все, все, и питают. Передошую пану, как бы отомогнулось озеро. И говорит, что нет проблем. Пошли по дороге, покажут. Они идут, молодые, и питаются. А то вы, напевно, тут кожен кушек уже ж знаете. Раз это обелшмайсера хотите, не боитесь. Можи, хай, смеются. Так вот, взагалі, боятися. Ну, то я знаю, там, тварейки всіляки різні, там, зомби розказывали, чи контролери о тепляті. Можик подумал-подумал, та й собі й каже. Не, ну, добре. Ну, монстры ж монстры, ну, це зрозуміло. Зомби теж таки собі сусіди. Але ж нас, контролерів, на що боятися? Хорош уже, комик. Ні, ні, кого на горизонті. Ну, ты, ладу шли. Ну, ты, хорошо. Кстати, вот было. Подходимо ми к границі зоны. Я заранію маю кусачки, направляюсь к проволочному забору. Тут Василь посмотрел на мене, так лукаво, и говорит, спорим, я сделаю проход заграждений за 7 действий. Ну, я сходу врубаюсь, отвечаю, а я за 6, а я за 5, за 4, за 1. Нифига себе, думаю, как это он собирается осуществить? Ну, говорю, давай, действуй. Ну, этот крендель спокойно так снимает с пояса гранату и шлеп ее под забор. Нифига себе! Я так успел... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok